всем привет всем и мы продолжим играть в игрушечку под названием черный болит соответственно ныреваем чайку сажимся поудобнее сегодня у нас будет ну максимально сталкерные оясовский зоновский контент собственно в прошлой серии мы смотрим на моменте где мы с тобой пытались сделать грёба на отмычки разбирались во все это вот строительные чехур для в нашей базе и собственно немножечко пару там сюжетных приколюх узнали в общем то как обычно переходи по аннотациям справа верхнем углу смотри в описании в этот закрепленный комент там у нас есть и ссылочки на плейлист и прошлой серии вообще что только там нету точно найдешь простую серию так хорошо мы с тобой отправились если что на второе получается наше вот такое сталкерное приключение и если мне не ошибает память тут по моему нам нужно подожди посылка будут ну дай мне вот туда карты на этот раз если что побольше и карт на это раз другая так что еще все с тобой посмотрим так поставка продуктов нарп ошибки сбросили съестные припасы в районе рыжего леса думаю захватить их будет не трудно кстати просто серии нам кто-то позвонил по радио но не совсем позвонил а кто-то в общем то нам что-то там сказал то ли какой-то таракан то ли еще какая-то херня вот и собственно мы к сожалению его не выбрали мы выбрали продукты потому что действительно будто типок давай лучше сначала разберемся совсем вот это херня но как я понял это уже будет этот как его я не могу пристрелить собаку не могу и все слушай я понимаю что это нелегко но эти животные по-любому умру а до этого успеет везде радиацию разнести считай это жестом милосердия это это же просто полная жопа кто-то здорово накосячил и этот кто-то должен за все ответить пусть руководство партии занимается этим у нас есть своя работа интересно конечно моменте типа людей значит убивать это можно хотя никто тут людей вроде как не убивала собачку то все жалко вы до цикле нового уровня вам доступно два очка на бокопа поговорить союзниками на базе чтобы это чтобы счета сделать кстати нам же вроде давно было доступно вот эти все приколюки но мы что-то их как-то не использовали а вот они навыки но мы ничего пока не сделали союзники рецепт изготовления карта дать и мы же по идее бэп-билдинг да можем счет построить ну хочу тут вообще есть ловушки инструменты для создания предметов и какая-то херня так завтрашнего дня появление черного сталкера будет откладываться на несколько минут эффект суммируется а у нас еще тут черный сталкер будет появляться инфига себе блин как же это все красиво то выглядит ты просто посмотри на это просто посмотри на эту лепоту так ладно мы с тобой это насмотрелись на лепоту все нормально куда пойдем куда идем мы с пятачком у нас в принципе все находится вот тут снизу как я вижу да это бы давай лучше пойдем вот сюда я понимаю то что немножко подольше подальше ну а чё ж поделать давай пойдем сначала налево 70 метров пройдем и потом нам все равно будет по пути куда-нибудь в сторону уходить то есть я заметил то что когда ты бегаешь у тебя вода тут начиная херню страдать вот я и говорю слушай как же нет все красиво сделали прям честное пионерское опять кстати куклы на на нас злопаются здорово почерны если что в этой игре есть скрымаки поэтому если ты вот такая вот личность которую скрымается от всего и всего то вы знаете скоро будет может быть будет скрымак я тебе в комментах не буду писать когда именно были как-нибудь сам с этим разберешься мы уж кстати подошли к нашему месту пока я тебе под скрымаки говорил и тут как я понял у нас будет веселое похождение с куклами кстати давай это юшка эвка вот это вот кнопочка нам нужно эти предметы добывать всякие разные собственно они тут у нас имеются так ладно а к паек паек 24 верно были и собственно нас теперь залупаются эти все куклы возможно нас просто немножечко этой херанула радиацией психику на все нормально состояние здоровья тоже нормально так что куклы просто тупо залупаются слушай кукла можно я вас как-нибудь это а все я уже опоздал я хотел этих кукол затягать себе на превьюшку да я надеюсь что у нас что-нибудь будет интересным поэтому как бы ладно кстати был недавно стрим по арк то всем огромнейшее спасибо кто пришел пацаны вы вообще котята особенно спасибо тем кто донатил и в частности диме дрочек улитки и по моему там еще кто-то был по-моему это любитель доты что ли у вас такие ники прям были в этом до националерсу и прямо-то охереть не взять ой здрасте а тут у нас кстати этот вертолетик гвинтокрыл а гвинтокрыл все правильно мы его по идее видим давай снова пойдем налево получается используем эту штучку кстати где-то там за серий слиткой пообсуждали историю из разряда молота это все таки игра не шутер и вот это вот все приколюхи кстати мы тут ничего нельзя были вроде ничего вот подлупали слитки насчет этого насчет игрушки что якобы она у нас без всяких разных там истории из разряда шутеров и что это максимальная рпг-шка забирательная говняшка и вот это вот веселуха кому вот не однако моё почтение просто однако моё почтение просто вот за всю эту красоту хотя вот это вертолетик мы уже собой видели в прошлый по моему или позапрошлой серии вот мне кажется ли там кто-то бегает типа слышно то что там кто-то а вон действительно действительно кто-то ходит подожди вопросик тут там лутаются так чернобыле мы это собой не будем брать подожди долг и чувачок да он нас не палит возможно это опять это поговорить семён здоровь семён спокойно я просто ищу запчасти ищу запчасти нквд больше нет о них можно не беспокоиться да да ежал тот еще говнюк никому от его прихвостней покоя нет даже героем войны вроде меня боже что говори громче парень у меня ж со слухом плохо контузия фрица ронату в бункер закину у тебя есть что-нибудь на обмен может запчасти какие а чё ты раньше не спросил конечно есть могу тебе немного хлама патроны поменять нужно быть готовым если вдруг вернется слушай вот самое печальное вот в этом всем это то что патроны я выложил ты прикинь я их реально выложил на пистолетик в этот себе в базу я думал то что они мне не нужны что типа этого ливерку меня может забил забрать обменять боеприпасы на снаряжение а какие вы подожди дельная мысль надо глянуть что у него там есть лишние ресурсы мне тоже не помешают что у тебя за снаряжение что-нибудь ценное да я взгляну я как бы хочу какие патроны патроны для винтовки дают нам противогаз или у него получить один противогаз за 10 патронов для винтовки металлическую пластину за четыре патрона для аргумера примитивную броню вот как бы литки если это у нас это не шутер то зачем тут вообще броня нужно ну типа есть мы все равно никого убить не будем не знаю страны в общем давай противогаз возьмем наличие у меня получается 26 а мы ему 10 патронов даю хорошо закончу пока что мне этого хватит убив наличие не понимаю правда сколько ну давай все-таки металлическую пластину мы это примитивную броню к сожалению не можем так снаряжение и металлолом я хочу обменять патроны на металлолом странная история конечно так получается 5 химикатов за 4 патрона для винтовки без 16 патрона скорее всего так для револьвера и механические детали давай механические детали возьмем хотя быть с собой наверняка найдем поэтому ничего то кажется что это не сильно то нужно ну давай все-таки возьмем пощупить тебя огромный чембёноч и чё ты не скажешь типа чего я тебя не слышу серьезно так себе ночном принципе подсобил насколько у нас теперь все плохо носки с тобой противогаз и соответственно на него есть фильтры так для использования обходим фильтр защит от опасных токсичных веществ и газов какие использовать быстрый доступ не совсем понятно как мы его будем конкретно где использовать ну ладно потом как-нибудь поймем и это все сделаем тихо но тут собственно не все собрал поэтому я думаю все будет нормально и он не будет против если у него тут это немножко пролутаемся конечно глупо обменивать патроны когда у тебя тут такой шлездец творится ну а чё ж поделать с патронами у меня как-то все более-менее замечательно а вот с ресурсами которые по идее я могу найти да и тот же предмогаз могу бы найти то нормально утекло теперь а тут у нас походу и предмогаз понадобится так что все красиво все весело нам вообще по идее туда не надо нам бы сейчас вот ну давай слушай давай все таки по вот этой вот тропинке пойдем и дойдем как раз кидасту да может быть чего-нибудь веселое найдем а можете дойдем теме лучше там так это и стоит и херню страдает вроде никакой радиации тут нету хотя все очень зеленый и прям страшные шушь не могу ну интересно там что-то есть у нас вкусненько вот в этой зеленые тучки если как бы есть то все красиво все весело так надо кое-что проверьте обожди и и все вроде как нормально тихо не в кучке счет там у нас присутствует конечно ай-ай-ай-ай поле поле не дурак противогаз все-таки нужен ну-ка давай использовать и бека ты вот эту штучку у нас больше не работает поэтому я оттуда уйду но мы туда снова с тобой скоро придем так противогаз снимай его мы сейчас пойдем вот это подожди чуть такое вот тоже какая-то веселуха я даже не знаю направо пойти или налево вот тут по тропинке найти но у нас вот есть с тобой веселый этот веселая же дэшка который максимально выглядит релизе управ не совсем на неправильно стоит по моему ну или правильно мне неправильно явно неправильно сказать ой короче вот еще хожу тут за высматривал где там же дашка стоит и где он не стоит это у нас весь вон у нас получается это как его первый противник он что там где-то залупать что-то это видит мы с тобой можем уйти оттуда и это и как бы фиг бы с ними так и надеюсь вы пацаны все тут не исчезнете я как бы вас нужно подобрать и все будет красиво я бы еще хотел бы в этот вагон бы зайти может быть там что-то будет красивенькое может быть тихо хватит напомню есть тут нажимать два раза на какую-то кнопочку налево или направо то у тебя персонаж начинает вот так вот почему-то перемещаться не знаю в чем прикол не знаю почему разработчики подумали что это удобно было от нами кстати есть дофиге щеку разного веселого я опять отмычки . нас до сих пор с тобой нету из крафтить мы их не можем лидками хоть и говорил что якобы это и где-то можно купить что-то там сделать но опять же я потом литки написал так что забей и тут нельзя пока сделать отмычки пока ты тебе не пост пока ты себе не поставишь этот лазерный резак а потом только измельчитель почему конкретный измельчитель делает отмычки я не понимаю я не знаю как это работает ну и в принципе ладно так ловушки мины и автомата стреляющая по противнику чистое веселье замечательно ну то есть тут ничего такого интересного прям нет это просто мины ловушки и вот это все херни хорошо идем с с тобой назад назад это не так назад вот инструмент для создания предметов смотри позволяет изготовить лечебную мазь нам она пока не нужно изготавливаю изготавливать патроны для револьвера дробовика и вот эту себе видео веселуху вот этот позволяет изготавливать фильтры для противогаза это позволяет изготовить созданные ранее модификации для любого оружия и как ты видишь тут нету ничего связанного с отмычки отмычку мы никак не можем сделать находясь при этом на задании единственный момент это эту отмычку где-нибудь либо найти мы еще с собой не находили ни разу либо что-нибудь еще сделать ну короче я надеюсь меня понял тихо давай пойдем следующий получается вот этот вагончик посмотрим чего нас тут веселую пока что мы просто собой лутаемся всякую херню находим а кстати насчет этой игрушки я в общем то уже давненько просили да я сам теперь понимаю что ее сама она бы застримить поэтому жди стримчика по вот этой вот игре если конечно ты это ждешь потому что на самом деле игру не так активно у меня смотрят как остальные что печально и удивительно потому что игра действительно очень прикольные тут и по графике как бы всем это тем дает просраться эта игрушка да и сеттинг вроде как популярный но как-то видишь логики тут найти не получится людям интересно кое-что другое но все равно будет стримчанский а потом у нас будет стримчанский опять этот спонсорский элитка задонатил нам на республику по моему на республику если я не ошибаюсь вот и мы собой дару кого ждешь все сидишь не страшно здесь торговать на вот кстати торгую что делаю милостивый государь торгую тут со времен развала ссср кроме того кто не рискует тот не пьет шампанского похоже ты много где побывал большой базар в тегеране европейская ярмарка в варшаве площадь такси в стамбуле где я только не был дружище чего я только не видел короче парадежный цыган просить как безлюдная припять может сравниться с такими яркими местами если есть спрос я обеспечу предложение я атлант расправивший плечи у меня путь трамп и гейтс на быстром наборе правда стив джобс конечно короче барынка так поговорить раз он работает в оторвании может ему что-то известно татьяне домой знаем кого еще добавить можно тебе знакомо это имя татьяна татьяна амалиева она работала на электростанции она пропала 30 лет назад о прости 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 друг женщин я давненько не видел занят чем созданием целого мира новых возможностей я как гордон гека только умнее лучше кма только усерднее ты ахнуть не успеешь как я построю свою коммерческую империю на руинах чернобыля удачу думать действительно удачу так обменять пайки насторяжение обменять даже не на пайки ну подожди насторяжение план расправивший плечи покажешь так атлант самое главное чтоб ты мне дал твари получается металлическую пластину за один паёк керамическая пластина за один паёк хорошо нет не совсем интересно подожди атланта мы с оба еще это и что-нибудь покупаешь и смотри он получается дает один паёк за один противогаз атлант алё ты чё я херил что ли хотя если у тебя нету еды тут как бы противогаз явно не понадобится где он умеет на торговался я я бы на самом деле купил бы у тебя чего-нибудь ну знаешь мне ничего пока не надо кроме отмычки найдешь отмычку тебе как раз и она очень важно есть ты найдешь отмычку опа а ты не против что я тебе тут рюкзачок потырю я нормально все тут прям кстати аптечку нас валяется и дофигища всяких коростных ресурсов ну ладно так атлан ты бы мне на самом деле это продемонстрировал свои умения вдруг улика прочесть этот козлов похоже важная шишка может встретиться с ним и спросить про татьяну и что что сюжет нацелен на татьянку это конечно странно ну ладно штаб сообщения номер 11 by 2001 года 02 кабу генералу в козлову начальнику оперативного отдела в отношении операции мир призраков настоящим вам даются все полномольщие оказывают содействие профессору семенову в содержании кризиса сдерживание точнее кризиса используйте все необходимые средства включая применение смертоносной силы в вашем распоряжении все военные ресурсы можете в любое время запросить дополнительные средства для покрытия всех расходов и возможного сопутствующего ущерба все угрозы должны быть нейтрализованы любой ценой наш главный объект должен продолжать работу исследование чердобылита которая проводит проводит семенов наш основной приоритет все остальное второстепенно окей новая улика у нас кстати новая улика это все конечно замечательно или все конечно весело но дайте мне мать вашу это грёбаные эти отмычки я все я как бы заканчиваюсь не отмычка нужно то есть отмычка да ты бесишь ему нужно отмычка чтобы вот это вот дряхленький шкафик открыть серьезно я его самостоятельно могу руками открыть он тут уже приоткрытый в чем проблема то какие отмычки себе то чё за это за отмычной империи понимаешь атлант если бы ты херанул бы эту грёбаную отмычку но ты бы тот бы на лаврах жил ты понимаешь как дорого просто тупо брать и делать эти отмычки тебя нужно лазерный резак построить и после этого после лазерного резака тебе нужно построить целую грёбаный империю из какого-то размельчителя чтобы сделать хотя бы одну грёбаную отмычку у вас вот прям прям срань отдельная срань никогда никогда не в единых играх мне так не хватало этих грёбаных отмычек салон всегда много и везде а как тебе это как открыть тоже отмычка у тебя господи первая херня которую не требует отмычку и кстати то что там нужно как раз там электросхемы электросистемы вот эта вся история хорошо мы кстати можем пойти и сфотографировать нашего атланта и добавить его в этот ревьюшку тоже давай я прям вот пару хотя там не ну прям пару секунд я понимаю что ты такой сейчас кашбол лаград к чё ты делаешь изменить положение камеры я вот прям самую малость но правда он конечно это немного в теньке находится короче ты меня убедил где получилось не фортануна а хотели сносим так мы можем собой пойти дальше но нам смысла особо никакого нет давай вот как-то вам туда перейдем туда это туда какие там пацаны у нас ходит бродит и чё-то бормочет я правда не понимаю чем тут конкретно охраняют но вообще на самом деле здание большую если они там находят значит что-то охраняют и надо проверить потом но попозже немного это сделал так включаем нашу веселуху и идем сейчас морить так пацаны кого-то это кого-то там стрессует еще будем в них стрелять зато и проверим как у нас тут стрельба идет сколько метам патрон 16 интересный момент сможем ли мы его это убить и при этом по патронам не встать ну а вроде как где им смогли бы ну чё нам на самом деле какой-нибудь это будем его херачить будем спасать тихо встань немножечко он меня ранил подожди а у меня психика не ухудшается из-за этого я все-таки могу стрелять здорово чувачок без я по идее могу стрелять юзер тир здорово наверное спасибо тебе от сталкера я конечно помощи не ожидал так спросить о татьяне спросить почему нар хочет его убить давай для начала спросим о татьяне она все-таки первостепенные шансы не выкинув вдруг кто-то знают что это хорошо эту женщину ее зовут татьяна может вы с товарищами что-нибудь о ней знаете извини впервые слышь тем более я просто рядовой если бы кто ее и нашел мне бы не сказали понятно ладно мне пора удачу подожди ты мне жизнь спас я должен вот держи это меньшее что я могу сделать надо было спросить почему а чё то как ты это печально все а чё ты мне не сказал почему я конечно мог бы узнать но не повезло не портануло хорошо мы одного дезертира спасли цены все тут терябаляются это красиво весело ну практически болезнь на самом деле они левитируют так слушай да еще очередной у нас этот очередной пацанёна которого ебать на самом деле на скриншот как-нибудь бы это как-нибудь куда-нибудь по блин тебя засунула вы чё-то какие-то все стрёмные блин вот ну реально ну чё с тобой не так-то было бы красиво она приведет и чё-то как-то не лезешь ну ну не лезешь же да ну вот ну не лезет короче ладно фиг с тобой не лезешь да и как бы и не надо хорошо спасли одного пацана он мне что-то там дал я даже не посмотрел мне было вот совершенно не до этого татьяна на самом деле может быть мы лоханулись он действительно если уж он хотя подожди если он дезертир то как бы шанс был он теперь там кстати так и будет стоять сделали бы хотя бы ему анимацию что он куда-то уходит было бы прикольно так капачи и там у нас кстати радиация а мы чё-то ушли далеко за это за то куда нам не надо уходить карта как бы нас не ограничивает ну по идее а по факту чё-то как-то это так хорошо тогда идем вот сюда идем по тропиночке узнаем что они там у нас хотели скрыть потом пойдем получается вот сюда вот и естественно заглянем уже в собой основную эту зону уже не знаю сколько там времени прошло надеюсь где-то в районе двадцати ну да двадцать шесть минут ладно видимо к сожалению скоро придется приостанавливать вот эту всю веселуху кстати заметь когда я их херачил с АК у меня не упала этот или этот а как его психика у меня не упала все таки я могу убивать людей и ничего мне за это не будет только их убивать нужно убивать их нужно естественно да как ты меня видишь смотри и все нормально если с АК стреляет то все красиво то весело ну и чем тебе не шутер лидка все как бы правда не оправданно не ну хотя оправданно я так жестоко убиваю а с пулемета что его там убить один раз выстреливаешь что человечка падает и все на так я его убиваю буквально своими руками кровь кишки и все вот это вот херде патроны я наверное тратить особо и не должен но понимаешь что проблема или патроны или получается этот психику а психику потом восстанавливать нужно это хотя зато посмотрим как у нас спирт действует пять пять вот он получается идет тихо у кого зрение конечно не хорошее извиняй но ты свернул не туда когда пошел в опасную точку вот психика минус заметь убиваешь их ножичком и психика в минус идет а если убиваешь их АК то все красиво то все весело окей мы собственно очистили все вот это вот подноготную которого тут они охраняли и нужно теперь как-нибудь продумать историю того как мы пройдем внутрь вот это вот здание что на самом деле было бы это какая-нибудь реальность то я бы сломал бы скорее всего окно но вообще на самом деле окно это прямо к средне случай так мне уже не нравится этот замок мы могли бы в него выстрелить а то есть что такое а ты это металлическая простейна пластина окей только не говори что это отмычка ведь отмычки меня реально уже скоро забадают ну честное слово но в принципе после вот этого вот похода великого блин мы с собой можем уже это начать изготавливать отмычки наверно ну опять же мы не можем посмотреть что у нас там за приколы потому что нет отмычек хорошо идем вот сюда очередная зона где нужны отмычки как тихо я если что как обычно умирал и кашлял поэтому выключаю микрофон так что если слышь какие то вот такие вот слушай может реально туда пойдем давай используем этот противогаз пойдем узнаем хотя бы может тут что-то веселое будет я на это очень сильно надеюсь может отмычка будет на самом деле тут что-то как-то веселого мало так ладно уходим от мне не понравилось нифига так тихо мы тут по моему противогаз там тут по моему не нужен уже больше ой а там какая то штучка какая то там штучка была ну и как бы хрен с ней мы ее увидели мы волосы мы все мы на этом закончим так снова пацаны но у нас там вопросик и интересно было бы узнать что конкретно там происходит поэтому давай просто под это к ним подойдем сохранение замечательно давай подойдем узнаем что там вообще за приколы что я не знаю что я не знаю что я не знаю что Ну и что теперь делать? Порожняком возвращаться нельзя. Козлов нас убьет. Да, хреново дело. Неужели она реально такая важная шишка? Эй, заспните Сюба! Уже забыли, что эта сука с Андреем сделала. Не в приказах Козлова дела. Нужно свести счеты с этой дретью. Эй, там внутри! Это ваш последний шанс! Решайте! Дайте нам эту суку! Или мы... Извините, пацаны. Подожди, а психика у меня все-таки упала? Психика у меня прямо конкретно очень сильно упала. Печально. Я что-то как-то не понимаю, как это работает. То она падает, то не падает, то вообще херово процесс, что происходит. Так, пацаны, я вас спас. Надеюсь, вы мне расскажете про Козлову, про Керлову, про вот эти вот все веселухи. А, ты там вообще в наглую стояла, что ли? Подожди, чувак, я как бы это... Я сейчас залутаюсь. Я видел, что тут мародерство. А где еще один? Куда он исчезает? Я слышу? А, вот он. Все, окей. Здорово. Я ей только перезаружу, и вдруг ты меня сейчас это стрелять мне начнешь. Поговорите, охранник. Они вас больше не побеспокоят. Че, крутой парень? Молодцом. Обычно эти козлы так далеко не заходят. Скрытнее боятся. Спасибо, мы бы и сами управились, но так хоть руки марать не придется. Ну, да. Мы, в принципе, могли бы просто дождаться этого момента. Надо было бы еще у них спросить. Слушай, а зачем я действительно им помог? Вот интересный момент. Давай знаешь, что сделаем? Лекарство от радиации. У нас состояние психики немножечко сейчас шаткое. Но мы с тобой выпьем только тогда, когда дойдем до нашей базы. К сожалению, выпить мы сейчас не можем. Пацанам вроде как наведаться. Мы тоже особо не можем. Но мы можем попробовать. Тихо, я не то хотел. Можем хотя бы их обойти и посмотреть, чего они тут залупаются. Может быть, что-нибудь увидим. Ну, там какая-то веселуха. Может быть, рано или поздно у нас будет какой-то этот... Там, я как понял, еще свиньи есть. То есть у них прямо отдельная такая крепость. Которую, про идею, можно было бы пройти. Но нам пока не особо-то это дают сделать. Так, по радиации у нас все вроде как красиво. Никого там нигде нету. Но обходить, я думаю, смысла никакого нет их. Может быть, конечно, что-то будет. Но это далеко не факт. Да и есть, честно, как-то особо это и не хочется. Хорошо. Идем заканчивать нашу, это... Нашу миссию. И... Вот я не знаю, будем кого-то убивать или не будем. Проблема просто открыта. Если тут сейчас будут наровцы, то и либо придется убить, либо еще что-нибудь придется сделать. Вот это же все лутать нужно будет. Тридцать. Офигеть, радиация около нашего пайка. Так, задание выполнено. Радиация меня все-таки немножечко болит. И вытасыкнуло... Я сейчас не за этим просто слежу, я сейчас смотрю за округой. Там что-то было написано, но надеюсь, что ты прочитал. И что у тебя все нормально. Я пытался еще уйти, меня это еще не выпускало нифига. Печально, конечно. Ну, а что ж поделать. Так, ну и последнее. Вот это вот получается какой-то растеньца. По поводу растений, тут что-то как-то это... Что-то как-то все плохо. А вот, кстати, пацаны, вы что там конкретно охраняете? Давай пойдем посмотрим. Или как, или что. Или не пойдем. А уже 36 минут. Никуда мы, короче, с собой не пойдем. Все, уходим нафиг отсюда. На какую? На тройку. Все, уходим на базу. И... Идем веселиться. Очень, господи. Вот такая вот у нас, получается, вылазка была. Нашли... Стыгана. Нашли Семеновича. Нашли, получается, какую-то линию обороны. В принципе, достаточно прикольненько. Здорово, Оливер. Я немножечко это потрепался. Ой, Оливер тоже у нас потрепался. Здоров, но желтенький. Нашел у нас, получается, просто по это... Ресурс из разряда этих патронов. К раздаче еды перейти. Так... Ну, давай тебе целый паек, а мне половина паека. Ну, как бы... Ухудшает настрой, но я чё ж поделать. Мы сейчас едем, бахнем, хрусталя, и всё будет нормально. Так, принять. Я думаю, нормально. Целый паек, и был у Оливера, потому что у него чё-то плохо. Вы уверены, что хотите разогнать? Да, я уверен. Так, состояние Оливер... У Оливера теперь здоровое, а у меня чё-то всё плохо. Так, Оливер, я немножечко это... Я немножечко приуныл, но ща я бахну, ещё будет красота и еды и только. Так, отправка... Отправиться в рейд нам пока это не надо. Видимо, какая-то отдельная история. Так, ну и чё? Где у нас, получается, нашу... Нашку пустали? Приделить. Приднять. Один хрусталёк. И... Использовать. Ну чё? Бахнем. Во, как красиво-то. Видишь, как всё замечательно. Ну и, в общем-то, вот как-то так. Давай, для полной уверенности в своей победе, только теперь нам осталось это... сделать одну веселуку. Которая не тут находится. Ну, ладно. Где она там была-то хотя бы? Вот, 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 ты помнишь? Вот тут она, по-моему. Нет, не тут. Не раздражай, игра. Ну, а лё... Ну, вот она. Разбирает любой материал для... Нет, это не она. Изготавливать отмычки. Вот она. Она обязательно нужна вместе с этим. Лазерным стаком. Если мы его сейчас убираем, эту штучку у нас крепиться не сможет. Поэтому ставим её куда-нибудь вот сюда. Так, построить. Лазерные отмычки у нас... Ой, эти отмычки у нас теперь имеются. И нам нужно только кое-что другое теперь построить. Для большего комфорта. А то комфорт у нас что-то как-то падает. Хорошо, ты есть всё такое. Очистка воздуха. Да, кстати, смотри. У нас комфорт базы уменьшается. Зато качество воздуха прям хорошее. Ммм, блин. Ну ладно, давай вот эту штучку поставим. По воздуху у нас теперь всё замечательно. Вот это прям совсем нам всё в радость делает. Ву, давай ещё моторчик поставим. Так, комфорт базы у нас в минус. Ну, комфорт мы можем наверняка как-то это... Нормализовать. Нормализовать мы его можем, скорее всего. Да ёмое. Чем-нибудь этим. Мебельным каким-то. Только найти бы эту мебель. Для начала. А то что-то как-то непонятно, не видно. Так, вот и есть комфорт базы-то, я не понимаю. Это освещение, это не то. Мы можем построить телек где-то. Ну, телек без кресла, без съедалища, это не то. Это ни о чём. Так, ладно. Давай вот куда-нибудь вот сюда вот так сделаем. И вот как-то вот так вот. Я могу тебе это... Удерживать режим поворота. Могу. Так, ты нормально тут вообще стоишь-то, я не понимаю. Дай мне хотя бы комфортную базу сделать. Ну, дай построиться. Всё же нормально. Короче. Стройся. И телек. Ну, телек, типа, если что, вы сами там как-нибудь себе настроите. Поближе, подальше. И мощность опять в минус пошла, да? Не, а мощность у нас, в принципе, не в... Не это... Не настолько всё плохо. Так, микроволновка. А это микроволновка, что ли? А чё, реально микроволновку построил? Извиняйте. Подожди. Э-э-э-э. Не, это старый телевизор. Да-да-да, всё правильно. Она просто... Ё, как же уже теперь старые телевизоры выглядят прям реально как микроволновка. У меня просто не было такого телека, который вот прям вот такой... Ну, он прям реально по-крутной микроволновку. У меня немножечко другой был. Ну, да. Окей. В общем, теперь у нас всё нормально. Единственное, что только теперь мигает свет опять. Мы можем, кстати, попробовать построить... Что-нибудь получше. Где это теперь найти? Вот это. Думаю, можно, в принципе, это сделать. Горючее топливо особо не требуется. Во. Построим мы как бы избыточной. Мощность у нас будет. И всё, и нормально у нас всё светится. Всё ламповое. Вообще замечательно. Тут, если что, пацаны будут отдыхать. Ну, по крайней мере, пацан один. Около этого получается костра. Прямо вот так вот приземляешься. И это. И телек у тебя смотрит немного в другую сторону. А можно, я тебе это поменяю. Немножечко это. Поднять. Вот как бы доел. Вот сюда вот сяду. Во. Дай я только тебе запрыгну вот сюда. Во. Замечательно. Типа, вот так вот сидишь. И смотришь на телек. Его, правда, немножечко всё равно нужно это. Поднять. И вот так вот построить. Во. Идеально. Вот и тут сидишь, если что, там что-то все переворачивают. Шашлычок, мышечок, вот эти все. Картошечку, вот эти вот все. Шасисочки. И смотришь на телек. Если что, там какие-то шумы, да и хер бы с небес. Смотри, как комфортно тебе на базе. Оливер, ты доволен? Ну ты посмотри просто, какой я ваху. Как, я даже не знаю. Прямо сам сюда захотел. Здорово, Оливер. Привет. Да. Привет. Тебя что-то тревожит? Думаю о ядерных катастрофах на Западе. Они их ведь никогда не писали столько, сколько о Чернобыле. Тебе это не кажется странным? Думаю, американцы просто хотели отвлечь остальное мир от того, что творится с мирным атомом у них дома. Думаю. Это может показаться теорией заговора, но... Да никакого заговора нету, это типичная холодная война. Да господи, Оливер. Я вообще не имею. Но если все дело в ядерном синтезе, то стоит ожидать его появления и в других местах. Хэнфорд, Уиндскел, Бушир, Укусима. В мире сейчас около 450 действующих ядерных реакторов. Да, есть о чем задуматься, верно? Давай пока сосредоточимся на том, что рядом. Будем решать проблемы по мере их появления, профессор. Согласен. Так. Мы просто немножечко поговорили. Уйти. Я уже подумал, что я вас сейчас попрошу уйти и... Так, сохранить минуту назад. Ну, я в принципе думаю нормально. Я надеюсь, что вот это вот все, что я тут построил, это... Входит в эту минуту, потому что сохранить тут как-то действует через жопу. В общем, ладно. Мы на этом моменте снова с тобой заканчиваем. Спасибо, что досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте у тебя друзьям. Спасибо, что досмотрели. Всем до скорой встречи, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok